Приветствую вас! Давайте мы с вами начнем с выявления противоречия на вашем поведенческом уровне, то есть на уровне поведения, то есть на уровне постановки целей, действий, направленных на достижение этих целей и соответственно реакции. Вы говорите, что я узнала, что мой молодой человек собирается мне делать предложение. Ну, хорошо, предложение я собираюсь делать, ладно, это понятно, что собираюсь делать предложение, окей. Но, но, ситуация заключается в том, что вы, как говорите, ради забавы решили обратиться в раздел эзотерики и догадаться. Вы пишете ради забавы, то есть вы это делаете не серьезно, то есть вы это делали, понимая, что это шутка, что это не за правду ради забавы. Ну, или тогда уж я попросил бы вас раскрыть содержание того, что вы подразумеваете под забавой, потому что, ну, не очень понятно в таком случае, что вы имеете в виду. Не очень понятно, что вы имеете в виду в таком случае, потому что, ну, как я уже сказал, да, если человек ради забавы что-то делает, то всерьез он это не воспринимает. Иначе, ну, было бы просто странно. Далее, не воспринимая всерьез то, что вы делаете, вы получили определенный ответ, и оказалось, что ответ отрицательный. Тут все, ваше восприятие несерьезное того, что происходит, куда-то ушло, почему-то ушло, и сразу появилось серьезное восприятие. Слезы и тихая истерика. Возникает вопрос, насколько вы с тобой честны. Возникает вопрос. Какова истинная цель того, что вы обратились в раздел «Эзотерики». Какова истинная цель этого? На мой взгляд, это весьма-ведьма важный момент. То есть, я надеюсь, вы поняли меня, что я хочу вам сказать сейчас, что у вас на поведенческом уровне наблюдается противоречие. Это противоречие, связанное с тем, что вы начинаете что-то делать, воспринимая это в одном ключе. И когда вы получаете результат негативный, то есть тот, который вы, скажем так, не хотели видеть, не хотели чувствовать, не хотели знать, не хотели получать. Тут же выясняется, что вы это все воспринимали, оказывается, слишком серьезно. Но до этого, до того, как это произошло, вы как бы, да, вы как бы, не признавали, получается, что для вас это серьезно и для вас это важно. Значит, здесь, либо, значит, бессознательное отрицание имело место быть, либо, либо, возможно, имело место быть полусознательная защита. Полусознательная защита от какой-то, например, своей, допустим, ну, неуверенности в себе или, или что-то в этом роде. Вот. И в любом случае данный, данный аспект, его, ну, тоже, тоже нужно разбирать, да. Вот. То есть, как часто у вас возникают такие вот противоречия на таком уровне. Это первое. Второе. Ага, значит, ну, вот, предсказали вам гадалки, да, что, ну, гадалки, эзотерики, неважно. А предсказали они вам, что вы со своим молодым человеком вместе, ну, не будете, да. Вот, сказали они вам так. У вас, соответственно, истерика, тихие слезы и так далее. Это связано с тем, что лично, лично, что лично для вас, чем, точнее, чем лично для вас является молодой человек. То есть, изначально цель, эээ, обращение к эзотерикам была какая? Изначально вы для чего хотели, эээ, эээ, так, эээ, вы что хотели у эзотериков узнать ради забавы? Понимаете? Вот это очень важный момент. То есть, ээээ, ваша реакция на их негативный ответ, ваша реакция на их негативный ответ, скрыла то, что вам нужно от молодого человека, от своего мужчины. Вот. Понимаете? Такая история. Скрыла, эээ, мотивацию вашу быть с ним. И, чем, чем быстрее вы сейчас для себя, эээ, признаете факт наличия сверхмотивации и сверхзначения отношений, чем быстрее вы сейчас поймете почему, от чего у вас началась истерика, то есть, эээ, по какой причине, эээ, такая сверхнуждаемость в молодом человеке имеет место быть, тем быстрее вы сможете, эээ, от этой ситуации освободиться. То есть, эээ, понимаете, не, эээ, не ээээрики, не ээээрики, и не психологи, и никто в целом свете не сможет вам со стопроцентной вероятностью гарантировать, ээээ, гарантировать, что ваши отношения, ээээ, ну, будут, ээээ, успешными, что они, ээээ, навсегда. Но вам это нужно. Вам это для чего-то нужно. Для вас, ээээ, подобное знание, ээээ, призвано служить удовлетворению вашей потребности. Вот. Вопрос заключается в том, какая это потребность. Вопрос заключается в том, какое значение вы в это вкладываете. Вопрос заключается в том, эээ, чем для вас это важно. Допустим, ээээ, ну, вариантов может быть много, да. Допустим, вы, эээ, боитесь, эээ, например, эээ, быть одной, ну, быть одна, допустим. Вы, вы боитесь, допустим, быть одна. Допустим. Не говорю, что это обязательно так, но допустим. Допустим, вы боитесь быть одной. И допустим, вы не можете представить свою жизнь без молодого человека. В этом случае, эээ, можно говорить о том, что вы, вы от него чересчур зависимы. И в этом случае можно говорить о том, чтобы, эээ, вам, эээ, ну, собственно, снизить для себя его значение. То есть сделать, эээ, поработать над собой, эээ, в том ключе, в том направлении, чтобы меньше нуждаться в молодом человеке. Может быть вы потому и обратились к эзотерикам, потому что эээ, чувствовали, что что-то не так. Чувствовали, что несмотря на, эээ, то, что он, эээ, забирается сделать предложение. Вау. Эээ, все равно, что-то не так. Понимаете, если это действительно правда, если вы действительно чувствовали, чувствовали, что, ну, чувствовали, чувствуете, что, эээ, что-то, что-то не так. То есть с этим нужно разбираться. Эээ, пусть он, если хочет, пусть он, сделает вам предложение. Ничего страшного в этом нет. Это даже хорошо. Но никто не мечтает параллельно с этим обратить внимание на ваши проблемы, которые могут быть, как и у любых людей, и с ними поработать. Возможно, сообщал. Вот. Проверить вашу совместимость на уровне психологическом, не на уровне эзотерическом, который предполагает определенную степень погрешности, как мне кажется. Вот. А именно на психологическом, который основан все-таки на более-менее, точнее даже не на более-менее, а на вполне научном доказанном подходе. Вот. Это, эээ, такой аспект. Следующий аспект. Вы спрашиваете о том, ээ, можно ли верить, эээ, значит, ну тому, что говорят. Здесь, эээ, ситуация, к сожалению, следующая. Эээ, смотрите. Вначале, 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 вы идете к эзотерикам, да, вначале вы идете к эзотерикам, и спрашиваете у них, все ли у меня будет хорошо, там, с молодым человеком, и так далее, и так далее, и так далее. Они вам отвечают. Эээ, теперь, вам не понравился ответ, вам не понравился ответ, потому что это вызвало у вас очень бурную реакцию, и теперь вы обращаетесь уже к нам, спрашивая, можно ли верить эзотерикам. И если вам не понравится наш ответ, то вы также пойдете еще к каким-то специалистам, чтобы найти ответ, который вам нужен. Эээ, это психологическая игра. Это говорит о том, что вы ищете подтверждение того, что хотите, эээ, пытаясь найти, и не принимаете других ответов. Не важно, правда ли, то, что сказали вам эзотерики или нет, важно то, что у вас слезы и тихая истерика, а это, это не совсем обекватная реакция. То есть, ну, если вы, эээ, человека любите, да, вот, ну, своего мужчину, то вы, эээ, на то, что вам эзотерики, например, сказали, да, вы, эээ, ну, реагировали бы примерно так. То, что, ну, хорошо, эээ, пока он со мной, замечательно, вот, пока мы вместе, прекрасно, вот, я буду, эээ, там, грубо говоря, эээ, ценить, ээээ, каждое мгновение, эээ, проведенное с ним, например. Вот, или я посмотрю, эээ, те проблемы, которые у нас не могут быть, и, эээ, постараюсь их разрешить. Нет, вместо этого я вижу испуганного ребенка в вас, который боится, понимаете, который боится, который переживает, который, эээ, которому страшно, вот, и, мне кажется, что это, эээ, нельзя игнорировать, даже если, даже если, даже если, ошиблись, а эзотерики ошиблись, они были правы в том смысле, в том смысле, что у вас есть проблемы в отношениях. И проблемы в отношениях вполне могут быть связаны с тем, как вы себя сейчас чувствуете. То есть, проблемы в отношениях могут быть из-за того, что вы чересчур в молодом человеке нуждаетесь. Проблема может быть в том, что вы не доверяете друг другу, потому что, знаете, вот, эээ, узнала от его родственников, он собирается сделать мне предложение. То есть, вот, с какой стати родственники, родственники рассказывают, эээ, подобные вещи. Вот. Почему они это делают? Зачем они это делают? Для чего? Это означает, что, эээ, ну, у вас отсутствуют в полной мере, ээ, личные границы, эээ, которые, ну, в общем, в общем, в общем-то, эээ, необходимы. Да? Если, ну, если мы говорим, если мы говорим о качественных отношениях, о качественных здоровых отношениях. Вот. Понимаете? Поэтому этот момент, момент личных границ, момент доверия, момент сомнения какого-то и может являться причиной для того, эээ, чтобы вы, эээ, в глубине души сомневались в перспективах своих отношений. Эээ, дальше. Эээ, значит, у меня, как мне успокоиться? Успокоиться, пишите вы. Для того, чтобы, эээ, вам успокоиться, необходимо определить, эээ, причины слез и тихой истерики. То есть, с чем это связано, какие мысли, какие страхи, какие чувства, какие желания. Вот. Соответственно, все это нужно, эээ, собрать свое единое, проанализировать, возможно, отдалиться немножко. От молодого человека, возможно, больше внимания обращать на себя, возможно, есть там еще какие-то у вас личные проблемы. Вот. Ну, такие, как, например, идеализация отношений, идеализация мужчины, социальный долг, то есть, ну, обязанность перед всеми, перед родителями, перед родственниками. Эээ, значит, эээ, создать, там, семью, например, и так далее, и так далее, и так далее, вот. То есть, эээ, слезы и истерика имеют причины. Вот, эээ, работать с этими причинами позволит вам успокоиться. Дальше. Что делать дальше? Эээ, что делать дальше, чтобы что, Ольга? Стель какая? Если разобраться с причинами вашей слез и истерики, это одно. Если проанализировать ваши отношения, это другое. Эээ, спартнер. Если, например, эээ, удержать его, это третье. Понимаете? Оп, и тут нужно определить цель. Дальше. Стоит ли, стоит ли этому всему верить? Знаете, эээ, я считаю, я считаю, что верить, ээ, стоит только одному. Я считаю, что верить стоит только тому, что помимо, эээ, нас, ну, то есть, помимо вас и меня, да, есть еще какая-то реальность. Другая реальность. Более, ээ, полная, более глубокая, более, эээ, важная, более широкая, которую мы, эээ, далеко не всегда в силах понять. Вот. И, исходя из этого, исходя из этого, эээ, ну, как бы, набраживается вывод, да, совершенно, в общем, логичный вывод, что вы живете в одной реальности. Это реальность ваша. И она для вас такая, такая. И, эээ, вы верите, вы можете верить в то, что за пределами вашего восприятия лежит другая реальность. Вы можете верить в то, что эта реальность, вот она такая, ну, то есть, вот, что, например, молодой человек хочет быть с вами исключительно, что молодой человек будет всю, эээ, всю жизнь с вами, там, и так далее. В эту реальность вы хотите верить, в эту реальность вы верите, но вы эту реальность не знаете. То есть, вы не знаете ее до конца. И, возможно, проблема заключается основная в том, как раз, что вы, эээ, своего молодого человека не знаете так хорошо, как, эээ, вам хотелось быть, эээ, для того, да, эээ, для того, эээ, ну, ээээ, чтобы быть, ээээ, полностью, ээээ, полностью, ээээ, полностью уверенный, эээ, в том, что между вами все хорошо, вот. И мы еще раз повторюсь, что, ээээ, ну, только ради забавы, да, вы не стали бы обращаться, эээ, к ээээ, к ээээрикам, особенно, эээ, с учетом того, как вы на это отреагировали, вот. То есть, ваша реальность, ваша реальность, она может быть другой. И вот это, вот это, что вас бы нужно верить? Какая реальность именно, какая реальность, эээ, на самом деле существует? Вам нужно, конечно же, изучать образ, потому что, эээ, другого способа, ээээ, понять реально, что нет. Вот. И, соответственно, говорить о том, верить, вы верите этому или нет, можно, эээээ, долго, можно долго. Но все эти слова не будут иметь никакого значения, потому что, если мы используем, да, если мы используем, ээээ, научный подход, да, к решению, скажем так, проблемы, то у нас нет слова верю, у нас есть слово знаю и чувствую, вот. А это совсем разные вещи. Поэтому, я полагаю, что не нужно верить. Не нужно верить. Нужно знать и чувствовать. Вот. Это реально то, что вы можете сделать, на мой взгляд. Это то, что от вас зависит. Вот. Это то, это то, что вы, то, что вы, ээээ, ну, действительно способны, конечно, при определенных, при определенных усилиях, безусловно. Вот. Что еще добавить? Что еще добавить? Что еще добавить? Ээээ, хотел бы добавить, что, ээээ, ваши отношения, вы знаете друг друга с детства, ээээ, сейчас, именно сейчас, скорее всего, притерпевают определенный, определенный кризис. В плане того, что, детские, детские чувства, это одно, детские эмоции, это одно, эээ, детские переживания, это одно, а, соответственно, взрослые, это уже все. Это уже совсем другое. И не исключено, не исключено, что именно, именно факт кризиса, эээ, повлиял на ваше решение обратиться сперва к эзотерикам, а потом и к психологам. Не исключено. Да? А, ну, например, со своими чувствами вы хотите разобраться, то в таком случае вы на верном пути. Но только для этого нужно не задавать вопрос, а в общий чат, эээ, вот, тем более вопрос, эээ, такой, коротенький достаточно. А для этого нужно все-таки индивидуально поработать, индивидуально проконсультироваться, вот, все изучить, все рассмотреть, все понять. Вот. И тогда вам, тогда можно будет не просто, а, значит, увидеть, про, увидеть, а, правы ли были эзотерики, например, а выработать для себя свою личную позицию. Вот. Вот. Стать более свободной, как я уже говорил. Вот. Если вас это, если вас это интересует, выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Работать. А, отдельного внимания сослуживает и тот факт, что молодой человек собирается делать вам предложение. Но при этом говорят, вам говорят, что, эээ, семьи у вас не будет. То есть, если у вас истерика, если у вас истерика, значит, вероятно, есть какие-то предпосылки, какие-то, эээ, проблемы, которые, эээ, могут, по вашему мнению, повлиять на то, что у вас семья не будет. Это первое. Второе. Почему для вас так важна семья двадцать один год и молодой человек? Ну, молодой человек, ладно, молодой человек, ладно, допустим, вы его любите, он для вас, эээ, допустим, ну, многое значит, это я понимаю. Но по какой, эээ, причине для вас так важна семья двадцать один год? А вы не реально ли для себя создаете семью в плане того, что вам нужно работать, учиться, эээ, развиваться как личность? Ну, вот. А вы думаете о семье? Может быть, именно потому, что вы думаете о семье, а не о личном, так сказать, пути, эээ, и наблюдаются такие, такие, эээ, сложности и проблемы у вас. В этом случае я рекомендую, эээ, вам, эээ, обратить на это самое пристальное внимание, потому, что, эээ, момент это действительно важный. Вот. Надеюсь, что, это все вам было полезно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...